Говорят, что для точной постановки диагноза важно получить второе мнение. И теперь у московских врачей появился невидимый помощник, который способен определить ваш диагноз. Чтобы узнать, кто этот врач-невидимка, я приехала в московскую поликлинику. Здесь я узнаю, как именно невидимый помощник помогает определить диагноз пациентов, способен ли он ошибиться и, главное, как попасть к нему на приём. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Корсун Ирина Геннадьевна, заведующая терапевтическим отделением, врач общей практики, городская поликлиника, 220. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, что у врачей сейчас появился какой-то невидимый напарник и помощник. Что это за напарник? Наверное, он где-то в компьютере прячется. Да, действительно, у каждого врача, который работает в городской поликлинике, появился помощник. Это помощник в принятии врачебных решений. Врач на приёме вносит в электронную медицинскую карту жалобы не менее трёх. И помощник врача предлагает на выбор три диагноза. Врач может выбрать из них, указав их в разделе «Предварительный диагноз». И помощник врача предложит пакет назначений, которые помогут уточнить и установить уже окончательный диагноз. Скажите, а для чего вообще решили его создать? Потому что весь этот функционал раньше выполняли врачи. То есть ты приходишь, с ним общаешься, и он уже решает, какие у тебя потенциальные диагнозы, что тебе нужно дообследовать и так далее. Зачем нужен этот помощник? Помогает в кратчайшие сроки поставить правильный диагноз. И очень важен вот этот пакет назначений. То есть одним кликом уже назначаются необходимые обследования для уточнения этого диагноза. Это улучшает оказание качественной медицинской помощи в кратчайшие сроки. А давайте мы попробуем сейчас. Я загадаю ему симптомы. Вы всё впишите и посмотрим, угадает он или нет. Конечно. Давайте попробуем. Усталость, головокружение, холодные руки и ноги, бледность кожи и очень частый пульс. Помощник врача по жалобам. Их должно быть не менее трёх. Показывает нам перечень диагнозов. Из этих трёх диагнозов мы должны выбрать один. Он показывает железодефицитную анемию, расстройство вегетативной нервной системы и другие формы гипотириоза. Дальше мы подходим к диагнозу. Предварительный диагноз. А вот если бы я вам назвала такие бы симптомы, вы бы на что подумали? Бледность кожи уже говорит о том, что снижение гемоглобина, анемия. Я вот хочу просто показать, что вот, видите, симптомы анемии. Это была анемия. У меня действительно была железодефицитная анемия. Я её лечила. Поэтому... Как здорово он работает. Откуда он берёт данные? То есть вот пациент пришёл, рассказал. Вы это вписали. Он данные берёт. Откуда искусственный интеллект, чтобы вот этот диагноз подставить? Данные он берёт из электронной медицинской карты, смотрит результаты обследования, консультации, данный выписок. Всё это анализирует и предлагает на основании этого три диагноза. Когда мы ставим предварительный диагноз, мы выбираем, допустим, железодефицитную анемию. Вот уже предварительный диагноз. Ставим вот железодефицитная анемия неуточнённая. По диагнозу будет предложен пакет рекомендуемых назначений. Сейчас я напишу расшифровку диагноза. Общий клинический анализ крови. Да. Определение железа. Скрытой крови в калии. Трансферитин и следующее ферритина. А, вот эти, да? То, что выделено? Всё, что галочками выделено. Врач, если пациент уже выполнен какие-то обследования, может убрать эти галочки, чтобы не задваивать обследование. Также здесь есть помощник. Вот такие подсказки. В какой ситуации дополнительные методы мы вот сюда нажимаем, и здесь наш помощник показывает, в какой ситуации необходимы данные обследования, либо консультации. Ирина Геннадьевна, а что ещё может делать искусственный интеллект, кроме постановки предварительного или заключительного диагноза? Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей работы, особенно в логических методах обследования. Например, если пациент сделал флюорографию, и у него выявилось изменение, в этот же день искусственный интеллект подсвечивает участки изменённой лёгочной ткани, и уже у врача картинка, что есть изменение. В этот же день передаётся в поликлинику эта патология. То есть, благодаря искусственному интеллекту происходит скорейшая обработка информации, и очень быстро ставится правильный диагноз, правильное описание, на основании которого уже доктор в последующем поставит диагноз. Искусственный интеллект ещё очень важен, когда мы подозреваем онкологическое заболевание. Для чего это важно? То есть, мы ставим также предварительный диагноз, допустим, подозрение на рак предстательной железы. И он нам как раз предлагает пакет обследований, и мы одну галочку ставим, и человек в течение 1-2-3 дня всё это проходит, и мы записываем к онкологу. Это облегчает и ускоряет попадание такого тяжёлого пациента, когда у него подозревается рак, к профильному специалисту. Он ускоряет вашу работу, но при этом всё равно без врача никуда. А давайте мы посмотрим, как искусственный интеллект расшифровывает электрокардиограмму. Давайте посмотрим, как же алгоритмы выполняют расшифровку электрокардиограммы. Вот уже пациент есть, доктор, вы готовы? Да. Нажимаем кнопку «Начать приём». Сейчас обрабатываются данные, и искусственный интеллект, буквально несколько секунд, даст нам заключение. Вот вы смотрите, здоровое сердце? Ритм нормальный, конечно. Оформить заключение. И вот заключение. Синусовая аритмия, 60-78 ударов в минуту, нарушение внутрижелудочковой проводимости во всех указанных отведениях. Это опасно? Нет. Вы здоровы, поздравляю. Ирина Геннадьевна, скажите, пожалуйста, а любой пациент может попасть на приём к вам и искусственному интеллекту? Или надо как-то отдельно записываться? Конечно, любой пациент, который обращается в московскую поликлинику, так как оно интегрировано в программу ЕМИАС. Спасибо вам большое за консультацию. Пожалуйста, всего хорошего. Будьте здоровы, не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok